Здравствуйте, уважаемые друзья! По просьбе моих друзей и подписчиков я хочу показать вот такую необычную приманку, которая называется и имитирует веснянку, выполненную на 18 крючке. Учитывая то, что у нас веснянки не очень крупные, как и ручейники, я изготавливаю ее вот такой величины. Для друзей я покажу, в принципе, как можно изготовить попроще, используя эту технику, но несколько большего размера. Давайте приступим. Ключок я беру F11, это уже номер у меня здесь 14. 15. Использовать можно по форме, подобрать для себя любой, как вы подберете крючок, желательно, чтобы проволока была тонкая и крючок был качественный, так как поклевка нашей рыбы происходит очень быстро, и за счет этого не всегда она хорошо засекается. Крепить материалы мы будем с вами с конца. Сперва закрепим в районе загиба нашу нить. Обязательно я капну парочку капель клея или лака, как вам будет удобно, чтобы закрепилась хорошо наша нить. Для изготовления понадобятся несколько экзотические материалы, но в то же время без них тоже можно будет обойтись, я в процессе расскажу. Для укрепления тела я использую вот такой довольно-таки крепкий люрекс, который использовался в качестве новогодних украшений, достаточно крепкий и хороший. И я увожу теперь нить на две трети крючка. Оставляем наш люрекс. Теперь нам с вами понадобится парочка перышек CDC. Их можно, допустим, приобрести у нас на рынке фирмы HENDS. Выберите для себя оттенок, цвет, размер или же, допустим, другого производителя. Это уже не так существенно. Перед началом установки я слегка вот так наши перышки подтягиваю, беру накидной петлей парочку сделал и буквально под действием катушки начинаю протягивать наши волоски, так, чтобы они у меня подровнялись. Вот такое количество будет достаточно. Дальше я подхватил хорошо перо и нить оставляю здесь. Теперь я возьму или перодержатель, или как вам будет удобно, чем вы будете крепить. Скручиваю наши перышки. Аккуратно следим за тем, чтобы наше перо не повредилось. И начинаем выполнять обмотку этим пером в сторону загиба. Не забываем также прокручивать наше перышко. И также начинаем возвращаться обратно. Помогаем немножко рукой. Доходим до места формирования нашей грудки. Закрепим и отрежем наше перо. Закрепили перышко. То, что у нас наблюдается вот такая лохматость нашего CDC пера. Это не страшно. И теперь аккуратненько, так, чтобы мы выдержали какой-то определенный угол, начинаем производить обмоточку. Дошли до крепления нашей грудки. Хорошо закрепили. И остатки удаляем. Мушка, как я уже говорил вам, достаточно простая. Единственный вопрос это в том, что у нас необходимы определенные материалы. Тело можно изготовить, используя, допустим, пенку. Поэтому, исходя из этого, вы для себя выберите сами, как вам лучше. Если у вас, вот допустим, слишком выступают перышки CDC, их желательно потом вот так общипать. В качестве крыльев, как вы видите, вот такая штучка, она всегда остается в сумочке, где мы храним диски DVD в походной. Я беру буквально вот кусочек пленочки, подкрашиваю в коричневый цвет, так как наша весняночка коричнево-серая. И подготовлю крыло. Я подкрасил вот так кусочек нашей пленочки. И теперь нам остается вымерять длину. Крылышко у нашей веснянки достаточно длинное. То есть, должно заходить хорошо за загиб. И теперь, на месте крепления, я делаю вот такую операцию. Продавливаю место, где будем крепить наше перо, вернее наше крыло. И у меня обозначилось место, которое я должен отрезать. Мы возьмем ножнички и вырежем, отрежем лишнее. Вот я сделал вырез вот такой формы, чтобы было удобнее крепить. Прикладываю теперь свое крылышко. И уже окончательно мы его крепим здесь. Следим за тем, чтобы оно у нас находилось строго сверху. Вот приблизительно вот так. И теперь мы можем уже смело промотать. Здесь необходимо аккуратно, так чтобы наш клей не попал на перо CDC. Промажем немножечко нашу нитку. Буквально пару сантиметров клеем. И промотаем наш полиэтилен. Чтобы он достаточно хорошо у нас закрепился. Теперь нам необходимо с вами подготовить лапки, грудку. И тот чехлик, который накрывает нашу весняночку сверху. Над грудкой. Я подготовил кусочек полиэтилена. И сделал вот такой вырез, чтобы мне было удобно закрепить его у колечка. Ширину вы уже подберите для себя сами. И у нас должна выйти приблизительно такая вот конструкция. Чтобы сюда больше уже не возвращаться, приподнимем немножечко нашу пленку. И здесь у колечка немного промотаем. Возвращаем обратно нашу пленку. У нашей весняночки имеются усы. Я беру перо фазана охотничьего и подготавливаю две бородки. Закрепим буквально у колечка, там где мы с вами крепили пленку. Посмотрим их величину и размер. Так, чтобы они у нас подходили по размерам. Выставим и подровняем усы. Установили, развели усики. Подобрали им длину. Я подкрасил коричневым фломастером нашу пленочку. Так как потом у нас не будет возможности к ней вернуться. И нам понадобится вот такой еще материал, как CDC даббинг. Если у вас его нет, можно спокойно использовать перо CDC. Взять, допустим, нащипать себе бородок. Или же, если есть у вас специализированный даббинг для изготовления сухих мушек. Который со специальным трубчатым волокном. И за счет этого у нас мушка имеет хорошую плавучесть. Промотаем совсем немножечко в месте крепления половину нашей грудочки. Останавливаемся здесь. Теперь нам необходимо вот такое небольшое перышко черного цвета. Можно коричневого цвета. Можно использовать остевые волоски, допустим, меха животных. То, что вы подберете для себя, для изготовления лапок. Можете лапки изготовить из натурального, допустим, ножек, перо. Так как я, допустим, в своем фильме вам показывал. И теперь буквально здесь парочка оборотов нам будет достаточно. Совсем-совсем немножко. Вот столько будет вполне достаточно. Крепим наше перо. И остатки удаляем. Я аккуратно сострих буквально пару волосков сверху, которые мне мешают пера. И снизу, оставив небольшое такое напоминание, как лапок. Теперь нам опять понадобится немножечко даббинга CDC. Берем совсем щепоточку. Он не совсем послушный. Поэтому, если есть возможность, смачивайте его флотантами. Для того, чтобы он лучше прилег к нашему телу. Промотали. И теперь нашу нить мы возвращаем за перышки. Там, где мы крепили наше крыло. Оставляем здесь. Берем аккуратненько теперь нашу пленочку. И, как я уже неоднократно рассказывал, первым оборотом буквально совсем немножко продавили полиэтилен. А вторым уже мы начинаем прихватывать нашу пленку. Учитывая то, что у нас перо CDC боится любого клея лака, аккуратненько, ровно совсем капельку нанесем на нить. Следим за тем, чтобы у нас не попало перо и наш даббинг под клей. И учитывая то, что мы с вами нить промазали клеем, я узел не делаю, отрезаю вот так нить. Там, где промазано клеем. И аккуратненько, так, чтобы не повредить нашу конструкцию, берем, поднимаем нашу пленочку и отрезаем так, чтобы хотя бы остался вот так один сантиметр. Вернее, 3-5 миллиметров над крылом. Отрезали. Остатки удаляем. И теперь, как вы видите, вот такая наша немножко необычная нимфочка, которая хорошо плавает. Мушка хорошая, уловистая. Материалы можно использовать как пенку, заменить пенкой, так и специализированные, допустим, материалы, которые есть в продаже в наших магазинах. Вот и все. Вот такая симпатичная приманочка готова к работе. В зависимости от величины можно ловить любую белую рыбу, начиная от верховки и заканчивая головлем, той же форелью, хариусом, так как это имитация того насекомого, который питаются эти рыбы. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч. Продолжение следует...